Всем привет! С вами Никитос, канал Автокульт. И сегодня в серии влога вы узнаете, что произошло с ней за последнее время с последнего снятого влога. Приятного просмотра! Погнали! Итак, что первое тут бросается в глаза? Конечно, спойлер, но о нем немножко больше. Спойлерить будем про кондиционер. Итак, все было куплено практически. Печку я купил от Seat от Oledo MK2 под кондиционер с переходничком ТРВ за хорошие, адекватные деньги. Присели мне его, отмыли. И машинка отправилась к моим друзьям в город Оршу, к семье Попковых. Паша, Женя, вам привет! Отец с сыном. Вот такие мужики. Вот. И, короче, они мне должны были установить быстрый кондиционер и подобрать мелочи всякие по проводке. Все, в принципе, было сделано за 9 дней. Ну, машина столько у них провела. Работали они с ней примерно 7 дней. Подобрали радиатор кондиционера, но бэушный оказался не очень. Короче, я съездил 20 километров на разборку за город. Съездил зря. В объявлении не указали то, что он посередине замят. И пришлось, короче, купить новый. Радиатор у нас стоит от Mazda Primacy или Primacy 2000 года. Вот. Но он еще и обрезан. Потому что места впереди, на самом деле, не очень-то и много под него. Но ребята справились и уместили его очень хорошо. Спрятав практически все трубки, осушитель у нас стоит под правым лонжероном. На нем, вернее, стоит под правым крылом. Вот так. Его тоже спрятали. Он куплен... Их тоже было куплено 2. Один экспериментальный, один нормальный. Но бэушный. С ним как бы все хорошо. Все трубки были кастомные. Очень много денег ушло на работы по аргонной сварке. Что еще? Так, вырезали моторный щит хорошо. Не поставили термоэкран. Вот ему его надо будет еще обрезать. Все работает в порядке. На отдельную кнопку вывели. На заводскую, чтобы ничего не было видно. Чтобы в торпеде не делать никаких дополнительных отверстий под кнопку. Короче, все оставили, в принципе, по заводу. Кондишка дует очень хорошо. Очень классно. Всю проводку, в принципе, перебрали. После подготовщика, который обрезал фишки, тоже все сделали. И для будущей установки сигнализации, которая уже прошла успешно, поменяли всю вакуумную систему управления дверей закрытия-открытия на электронную. Поставили 4 машинки в двери. И дополнительно уже потом поставили усиленную машинку сзади в багажник. Теперь задняя кнопка работает не механически. Там еще и поставили кнопку. Но об этом тоже немножко позже. Вот, короче, как-то так. Все работает, все круто. По дороге из Орша у нас было два момента неприятных. Один неприятный, а второй решится как бы точно. Ну и первый решится. Они по-любому решатся. Короче, получается, что капот... Не было рожковых ключей. Я забыл, в гараже рожковые ключи был только набор. А чтобы отрегулировать капот, там пружинка, короче, и там законтрогайная гайка. Нужен рожковый ключ на 12, по-моему. У нас его не было с собой. На заправках не продавали на 12. И, короче, не получилось отрегулировать замок. И раз 30-40 я остановился за путь из Орши в Минск и закрывал капот. И даже это меня не выбило из колеи, потому что я был безумно счастлив того, что я еду на своей машине своим ходом. Счастливый, классный. Короче, все получилось. Она типа ожила, я был очень счастлив. Впереди ехал мой друг Макс на Passat, на моем. Сопровождал меня, скажем так. Нас даже хлопнули гаишники один раз уже в Минске на спуске с МКАДа. Но посмотрели права, удивились автомобилю, пожелали хорошего пути и сборки. Короче, очень адекватные сотрудники. Дорожно-патрульной службы. Вот так. Вот. И после этого автомобиль, пока была хорошая погода, должен был отправиться на установку сигнализации. И по графику он отправился туда. Любимой супругой на день рождения один из подарков был. Я ее хотел реально очень классной, потому что я устал в джете постоянно засовывать ключ в личинку двери и открывать ее. В джете стоял центральный замок, но все равно приходилось открывать это ключом. Я от этого устал. Любимая мне подарила максимальную сигнализацию, которая была, наверное, на тот момент, на который я, по крайней мере, хотел. Это была установлена сигнализация Starline S96 версии 2. Последней ревизии, там, с новыми предохранителями, короче, классными вроде. Ну, это мне как с релюшками, это мне так мастер Витя рассказал. Короче, очень хороший, кстати, парень. Очень волокет, написал сюда хорошую программу для джеты. И джета стала намного и намного умнее. Что появилось в джете? Надеюсь, я ничего не забуду. Итак, у нас бесключевой доступ есть или через метку, или через метку телефона. То есть я подхожу к машине, она может открываться сама, а может через телефон. То есть я включил приложение, нажал кнопку, тачка открылась. При этом у нас есть удаленный автозапуск с любой практически точки планеты, да, потому что в машине стоит сим-карта, и теперь есть лежение по GPS-у за ней. Я знаю, где машина, в каком она состоянии, какая у нее температура двигателя, какая температура за бортом и так далее. Короче, вот такие опции в ней появились. При этом, когда мы подходим, я подхожу к автомобилю, открываю его, у него есть приветствие. Он включает ближний свет фар и приветствует меня. Пока на 10 секунд. Я сажусь в тачку, свет гаснет. В принципе, опция работает примерно так же, как в моем Passat. И на провожание она тоже есть. Теперь эта опция, как в более современной машине, есть и в тачке 88-го года. Мы хотели поставить дожимы стекол, но нужен еще отдельный блочок. Дожимы стекол не поставили пока что, но сделали. Автозапуск был. Бесключевой был. Провожание приветствия было. Активный спойлер. Активный спойлер. Он у меня и так был активный, но был не динамический. В чем разница? Активный это он может подниматься при помощи меня. Кнопки, которые есть в салоне. В любое положение, в которое я захочу. А динамический спойлер это то, что он делает сам. То есть мы ему задали параметры. Он делает первое положение среднее. На 79 км в час он поднимается. И держит это положение пока скорость примерно возле этой границы. Как только мы где-то останемся на перекрестке и стоим недолго, он опускается обратно на свою нулевую точку. И такой красивенький, незаметный стоит. И второе положение максимальное. Оно у нас начинается на 129 км в час. И по-моему опускается на 160 для более прямого, точного достижения максимальной скорости. Поэтому спойлер у нас стал умный. Я первый день, когда ехал от Виси, я был в таком восторге, когда ты в зеркало видишь, у тебя спойлер сам там живет своей жизнью. Чик-чик-чик-чик так делает. Это очень красиво и классно. Так, что у нас еще? Теперь у нас есть открытие багажника удаленно и отдельно. То есть открываешь машину, можно открыть багажник отдельно. Тебе это управление теперь полностью само. И личинка самого замка у нас теперь тоже через кнопку. Там не флажок, не механический, а просто за ним стоит кнопка. Ты чуть-чуть нажимаешь, электропривод открывает замок и ты поднимаешь. Для чего это еще было сделано, я расскажу, наверное, немножко попозже. Вот такие доработки сейчас появились в джете. Я достаточно счастлив, что я это все сейчас сделал, потому что сейчас опять же будет зима и мне до окончания зимы нужно собрать автомобиль полностью. Пока я это делаю все-таки в одни руки. К сожалению, нет мне помощи, никто не помогает толком, потому что не получается у людей, так бывает. И тачка должна сейчас отправиться на днях еще кроме Турбосаунд. Есть такой прекрасный человек, который занимается автозвуком у нас в Беларуси. Машина строилась у него по автозвуку и хочется, чтобы он опять же засунул туда свои перфекционические ручки. Для чего? Для того, чтобы восстановить правую переднюю дверь, поставить динамики, все это подключить, проверить. Опять же, чтобы нигде не было ни казена усилиц, ничего. Музыка достаточно, ну для меня по крайней мере, дорогая, потому что я как бы особо не... Я люблю слушать музыку качественно, именно на это был упор в машине, но не так, чтобы сюда засовывать там 10 тысяч долларов на музыку. Я не вижу в этом смысл. Она сейчас так приятно звучит, что не надо это. В общем, хочу, чтобы машина съездила еще кроме, и после этого начинаем полную-полную сборку. Уже именно по всем фронтам. По салону, ковер стелить, всю проводку перекладывать, устанавливать торпеду, сиденья и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас я займусь установкой бленды на крышку багажника, посмотрю, что у меня тут по фишкам есть. Блин, нету... Нету закладных сюда, они меньше, чем вот эти, этого диаметра. Сейчас поеду еще, наверное, в автокрепеж съезжу, поищу, и, в принципе, буду собирать крышку багажника. Вот в этом году автомобиль, в этом сезоне, он успел помыться. Сегодня я его съездил, помыл протектором. Это классная трехфазная мойка с классным воском, с глубоким очищением ЛКП. Хоть машина и не была сильно грязной, но помыть ее было правильным решением, потому что она была достаточно пыльная, колеса передней вообще были после ворши, в пылище, после новых колодок Хавка, и поэтому его нужно было помыть. Аж трио, друзья, спасибо вам большое. Отмыли тачку на ура. Аж трио делают вещи, это очень красиво. Теперь, когда она чистая, чуть-чуть собранная, я понимаю, что не зря это все. Но когда она стоит в гараже, пыльная, грязная, не собранная, я понимаю, что, блядь, зачем я за это все взялся. Смотрите, какая красота. Блядь, блеск просто пиздец. Эта она еще без керамик, без восков и вообще прочий образ шагрень мне очень нравится. Блин, красиво. Ля, ну ля. Нашли несколько сечков мелких там, где вот надо или подкрасть, или перекрасить, там пару царапок есть. Но без этого никуда, к сожалению, никуда. Я собираю машину в маленьком своем гараже и в небольшом ангаре с подсветкой, и чтобы все разложить, короче, было аккуратно. Поэтому где-то коцки будут по-любому. Мне Дима Моляр об этом сказал. Говорит, Никитос, не расстраивайся. Если что-то где-то по коцуешь, все исправим. Приезжай, и как только ты ее соберешь, все сделай. Поэтому я не расстраиваюсь. Я знаю, что такие ребята меня точно поддержат, потому что я поддерживаю их. И дружить и быть в таких приятельских отношениях дорогого стоит. Поэтому если у вас в жизни появились хорошие люди, дорожите ими. А нехорошими не дорожите. Ну их нафиг. Лучше без них одному, чем с кем попало. Грубо говоря, так. В общем, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, не забывайте подписываться. Скоро новый обзор. Всем пока. Это с кнопки, правильно? Это с кнопки. Видишь, он прям сильно быстрее, когда тачка заведена. Смотри, как ты хочешь, давай сильно быстрее. Да, потому что у него Питалова больше, понимаешь, да? А ему как бы нормально надо. Ну как бы да, потому что Питалова-то идет.